Лепить стопы С вами работа Ну и дальше уже более-менее в рамках этого размера держаться У стопы есть характерная форма И конечно надо понимать, что Лепить стопу, вообще лепить части человеческого тела Лучше всего уже тогда, когда вы более-менее До этого дошли по своему опыту Учившись лепить более простые вещи Брать их в пропорциях, соотношение, попадать У стопы у нас, собственно говоря, свод Такая выпуклая форма Снизу, причем с внутренней стороны Там у нас даже есть небольшой просвет обычно Вот, ну и можно сказать, что стопа условно делится на три части На центральную такую часть со сводом На пятку, пяточную часть И на пальцевую Немножко здесь скрутим Желательно, конечно, когда вы лепите То не работать с одной точки Да, а стараться вот со всех сторон Параллельно смотреть Задавать общую форму Задавать общую форму Очень хорошо лепить с натуры Да, с живой моделью существуют гипсовые стопы В продаже Ну, правда, примерно одни и те же Да, и там они немножко такие Утрированные Ну, и, как известно, есть такой способ Получения отливки с ноги Да, путем засовывания ее в альгинат Потом быстрого доставания И заливания гипса в образовавшееся пространство Ну, а, конечно, с живых людей лучше всего лепить С той точки зрения, что приобретаешь Как бы более реальный какой-то Более разнообразный опыт Соответственно, что у нас происходит со стопой Вот у нас есть ее внутренний край Который более такой отвесный Да, есть внешний, который более покатый Есть характерная вот эта форма свода Где такая обычно бывает небольшая площадочка Потом как бы скат Потом начинаются пальцы Которые тоже имеют горизонтальную часть И, соответственно, после этого скат И, соответственно, что нам желательно в самом начале Взять характерную форму Здесь получается у нас такой поворот, да По диагонали немножко идущий Вот, ну, более-менее постараться Ухватить пропорции Параллельно смотрим, да По-всякому Параллельно смотрим, да А-а-а Параллельно смотрим, да Сторин готовим итак собственно что у нас происходит самом начале надо обращать внимание на пропорции естественно что надо быть готовым к тому что в самом начале с пропорциями будет что происходить они будут гулять как будто их такое свойство и поэтому нужно не вестись на то что вот детали какого-то там вам кажется что такого размера то есть ни в коем случае не нужно смотреть на детали нужно смотреть целиком вот иначе как только вы на детали начнете смотреть они начнут вас увлекать вот и вы будете ими увлечены в неверное соотношение это просто свойства детали вот тем более что понять как тоже на что дольше смотришь она кажется больше чем дольше ты на это смотришь то есть ты посмотрел тебе показалось ой там пальцы больше сделал пальцы что-то не то начинаешь сматриваться смотришь не на весь объект а опять на пальцы опять кажется что они больше к ним потом увеличиваешь всю оставшуюся стопу вот потом опять смотришь на пальцы опять и так может быть процесс бесконечный вот поэтому очень желательно как бы вот мы довольно часто стараемся поворачивать чтобы не привязываться ни в коем случае к работе с одной какой-то точки да и желательно все время не смотреть на детали вот хочешь какую-то деталь взять своего размера ты смотри не на нее а на ситуацию целиком причем это не философском смысле а в буквальном целиком смотри на все это актуально и для рисунка и для живописи для скульптуры всегда одно и то же и собственно говоря что это такое это как раз владение рисунком она просто проявляется в разных областях но начинается она естественно с пропорций если мы с вами вспомним вот времена когда греки еще как бы начинали вот свой замечательный такой взлет то они ездили в египет учиться пропорции почему потому что там этого вопросу на протяжении многих столетий даже тысячелетий уделяли очень большое внимание греки добавили движение передачу движения но собственно говоря взятие пропорции да они вначале выучились этому египтян вот и если мы видим что например вот у нас какая-то деталь она куда-то вылезает лучше всего ее уменьшить то есть не вестись на это не добавлять другие чтобы работа бесконтрольно росла потому что когда мы лепим с вами какую-то рисуем какую-то отдельную часть так еще может прокатить но когда мы лепим или рисуем фигуру целиком так уже не получится делать вот поэтому конечно проще иногда посмотреть объективно и преуменьшить ту часть которая вылезает вот для этого нам очень важно смотреть целиком целиком стараясь оценить именно вот ситуацию все вместе с внутренней стороны у нас более вертикальный да такой скос и ребро такое есть она не совсем на краю но достаточно близко к внутреннему краю а внешний скос он более пологий соответственно здесь у нас характерная такая часть вот это бывает выпуклая потом у нас основание большого пальца идет а с внешней стороны у нас вот здесь обычно такая косточка вот в этом месте после которой сужение там на скелете это очень хорошо видно вот ну а пальцы собственно грядут вот так вот по дуге у всех людей немножко по разному но тем не менее очень хорошо конечно начинать изучение стопы с античных стоп рисунка лепки потому что многие моменты там подчеркнуты которые потом начинаешь видеть на живой ноге ну и конечно очень много рисовать полезно себя в зеркало стопу можно даже наверное лепить пытаться не так удобно тоже полезно рисовать очень полезно поставив допустим зеркало на пол и фактически в зеркало мы видим как бы стопу другого человека то есть те положения которые мы с которой мы будем иметь дело по жизни чаще всего пальцы мы стараемся вначале не делать единственно что это хорошо дать разделение между большим пальцем и всеми остальными но как-то сразу очень так здорово почему-то помогает воспринимать вот но здесь у нас скот такой скос да как бы такой скот и собственно говоря можно проследить такой как бы диагональ вообще если вспомнить что греки носили сандалии да такие некоторые из которых напоминали даже современные вьетнамки можно так сказать то вот их ремешки до проходили как раз в таких углублениях на стопе да и когда изучаешь форму стопы вот представить что не только вот здесь есть площадка не только здесь есть скат не только здесь есть горизонтальный участок не только здесь есть более вертикальная часть здесь более пологая но еще и вспомнить что вот здесь что-то типа таких углублений по которым проходили ремешки и сандалии да все это вместе помогает лучше представить форму стопы вот очень полезно на мой взгляд все таки мы стараемся это делать вращать часто вращать часто потому что очень часто здесь происходит некое такое залипание да наше то есть кажется что бой нет я еще с этого поворота не все взял да тут конечно тогда надо сразу с него бежать потому что это мысль она ложная нам конечно желательно оценивать ситуацию целиком вот ну и надо сказать что на наших занятиях нам дается как бы не привязываться в прошлом веке в девятнадцатом еще часто были такие станки которые не вращались так легко в общем-то скульпторам приходилось и больше ходить и больше какие-то свои просто представления скорее сходил посмотрел до вылета это конечно было очень полезно для развития воображения да вот в этом плане наши условия более более комфортно и ведь как мы не торопимся никакой детализации то есть мы стараемся вывести общую форму вот в этом контексте очень полезно знаете для понимания общей форме иногда ну не знают рассматривать зеркало не только свою стопу но просто но стопу свою например в носке когда не видно деталей не видно пальцев не видно сосудов никаких косточек да а видна наконец-то общая форма очень хорошо смотреть всевозможные старые какую-то обувь которые вот ее поносили и она уже по форме стопы стала это очень замечательно и полезно здесь у нас поднутрение с внутренней стороны да здесь у нас шишка большого пальца здесь у нас такой вот как такой вот есть обычно что-то типа ступенечки такой да вот перед пяткой и вообще если смотреть на скелете ту пятка она как бы не по центру она немножко смещена в бок бывает так что когда мы лепим в группе то не всегда особенно это на портрете актуально не всегда с твоей точки хорошо тебе наблюдать да вот но в этом случае можно в принципе пытаться как-то и с одной стороны просто ходить да со всех сторон смотреть что полезно полезно иногда если есть условия то перебегать на другую точку немножко у нас здесь широковато поэтому можно так подснять но можно условно сказать что стопа такой треугольник да то есть такой вот такой треугольник на который еще имеет ширину при этом ведь как он вперед сбоку если смотреть он сужается если сверху смотреть то вперед стопа нас расширяется и конечно очень важно добиться понимание внутри в голове в общей форме стопы сразу уже стараемся задавать планчики и перелом формы здесь у нас с пальцами получается участок обычно более горизонтальные есть и участок более покатый то есть можно сказать что здесь более горизонтальный участок потом скат с такой скат и здесь более горизонтальный участок потом скат если представить что это гора такая да то вот здесь получается площадка Потом склон горит, площадка тоже склон. Вот видите, как хорошо лепить не очень большого размера вещи, потому что быстро можно работать. Иногда возникает мысль, ну я же в маленьком размере не смогу взять детали, но может быть ничего страшного, зато ты большую форму возьмешь. И в каком-то смысле детали, в общем-то, нам не так даже и актуальны. Передние панчики такие, трехчетвертые панчики. Здесь тоже вот так вот скосик. Здесь задний панчик. Вообще, есть, конечно, мысль, наши какие-то наработки с обрубовочной головой, их дальше развить. Вот сейчас идет работа над, так медленно очень правда, над обрубовкой туловища, да, и есть, конечно, идея создать обрубовку стопы и кисти руки для лучшего понимания общей формы. И, конечно, получается так, что в идеале нам не торопиться, не торопиться что-то такое моделировкой какой-то заниматься, а торопиться как можно лучше взять общую форму. И вот на этой общей форме подольше побыть, то есть торопиться именно ее брать, а не торопиться этот процесс завершить и перейти к деталям. Вот. Надо понимать, что общая форма стопы, вот та структура, о которой мы говорим, да, то, что тут более вертикальный участок, там скат, здесь площадочка, здесь еще одна площадочка, вот тут скат, тут скат. Ее еще и надо верно взять. То есть выразительно похоже. Вот. Собственно говоря, если этого не сделать, то получается, что человек попадает в более следующую стадию лепки, где, поскольку общая форма не взята, ему, конечно, приходится бесконечно все переделывать. Просто более долгий, долгий тогда путь можно сравнить с тем, что, если мы хотим вот с вами где-то навести порядок, да, то проще это сделать, когда в помещении только минимум каких-то вещей или какой-то мебели, а если туда привнести еще вещи и мебели, то легче наводить порядок этого не будет. Вот здесь у нас такое, как такая, как ступенька такая. Получается, что у нас вот эта часть больше выступает, а пятка она немножко как бы в глубине больше по отношению к ней. И вот можно достаточно долго выводить общую форму стопы. Не жалея особенно времени на это. Наоборот, нужно понять, что это классный процесс такой. И то, что, в общем-то, дальше, дальнейшая работа, она как бы строится на том, насколько хорошо вот эта стадия сделана. Здесь у нас получается такой поворот. Вот, то есть идет-идет-идет, за ним она загибается туда. Это важно. Важно, когда мы говорим о том, что переломы, формы, планы, да, то это не значит стилизовать внешне под обрубовку. Это значит верно форму взять. Немножко ее чуть-чуть выявляя более явно. Но не для того, чтобы вылепить какие-то жесткие грани, да, и не для того, чтобы на криво вылепленной ноге просто вылепить какие-то ребрышки, да. А для того, чтобы более верно действительно взять общую форму. По сути, смысл обрубовочной головы и вообще системы, архитектоники, да, человека, планов, переломов формы именно в том, чтобы действительно лучше форму взять по-настоящему, так как мы ее видим. И если планы не выявляешь, то надо понимать, что может быть просто амеба, может быть аморфно. Поэтому лучше первое время планы выявлять более явно, но их точно брать, чем, собственно говоря, лепить аморфно. Очень хорошо смотреть, конечно, с задней стороны тоже три четверти. Так же, как и при лепке портрета, очень полезно нам смотреть сзади три четверти, да, на лицевую, в частности, часть. Вот то же самое с лепкой стопы, то есть то, что мы смотрим с задних ракурсов, да, позволяет нам лучше и не только взять, но и лучше все понять. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Другое дело, что эти же планы, да, они же изгибаются, и вот как именно... То есть, все равно работа заключается в том, что мы их должны отыскать, идентифицировать, решить, где их лучше расположить, да, как выразительнее. Нижний, тут боковой, тут тоже боковой, а то это задний, да, здесь. Тут, в принципе, трехчетвертные такие небольшие зоны есть. Ну, тут немножко поцельнее. Продолжение следует... Косточка, да, которая хорошо видна на скелете. После нее идет сужение. Здесь, соответственно, у нас более узкий участок такой. Тут пяточка, да, тут есть два поворотика на боковые планы. Вот, обобщенно пальцы взять вначале очень хорошо, полезно. И посмотреть вот баланс, да, между пальцами и как бы основной частью, да, чтобы пальцы не были слишком большими, не были маленькими. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. С этой стороны у нас получается... Так, вот здесь косточка, да, сюда небольшое сужение. Тут у нас идет вот этот скат. Здесь что-то типа ребра такого вдоль. На самом деле тут, конечно, надо немножко подстругать. Вот, ну и, конечно, как бы, да, мы действительно должны быть внимательны к краям, да, потому что когда мы ставим натуру на что-то мягкое, да, то есть такой соблазн, как бы, ну, типа, ну, вроде там что-то утонуло и утонуло, да. На самом деле лучше, как бы нам показывать, да, как край проходит, да. Уточняем сейчас длину пальцев еще, да, немножко надо поглядывать. Здесь вот поворотик, то есть у нас здесь плоскость такая, а здесь как бы уже такой скосик, да, получается вот так вот. Вот, и вот так вот, и вот так еще немножко сюда положим. Здесь у нас кость, да, вот с такими двумя углами торчит. Пока пальцы, пока общую форму не берем, то, конечно, лучше ее постараться еще взять, а уже потом делить на отдельные пальчики, потому что иначе он нам будет сложнее, на самом деле. Тут лодыжки, да, находятся лодыжки. Внешняя лодыжка ниже, внутренняя выше. Так вот она расположена. Тоже такой, как скос, такой, да, ребро стопы. И на самом деле надо, конечно, понимать, что короткие рисунки, короткие рисунки нам полезные, короткие, скажем, короткие, аналог коротких каких-то набросков в карандаше, да, в скульптуре, он тоже возможен. Очень часто можно делать задания, которые на этой стадии даже могут останавливаться, потому что особенно это актуально, да, если мы супер занятые, да, вот нам надо длительные работы делать, но в то же время нам желательно чаще рисовать, лепить. И, соответственно, короткие какие-то наброски не только карандашом, но и в пластилине, они, скажем, ну, на них немножко реальнее найти время в повседневной жизни. Зато можно делать много, и они даже полезнее могут быть, чем, могут больше давать, чем длительное какое-то одно задание, которое делаешь, 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 потому что с набросками именно такими скульптурными, да, их можно сделать, множество проиграть ситуацией, да, приобрести гораздо более разнообразный опыт. Поэтому очень желательно, чтобы они были короткие этюды, и вот они могут дальше немножко пролепливаться, но могут останавливаться вот на такой вот стадии. Тоже очень это хорошо. Надо очень хорошо порисовать, бывает, да. Порисовать переломы формы прямо на скульптуре. Ножиком. Надо хорошо бывает взять петлёй какой-то перелом, ну, то есть более его явно усилить немножко. Такой немножко выделил. выход здесь пятки снизу есть, но не сильно тоже, его сильно утрировать тоже не нужно. Так вот ножом можно размечаться, как будто карандашом. вначале разметиться, можно сравнить, подумать, посмотреть, не торопиться что-то вырезать, посравнивать вначале. Смотреть, чтобы пальцы сильно не увеличивались, да. Вот ребро вот это, да, его получше поискать. Вот ребро вот это, да, его получше поискать. Вот. 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 Продолжение следует... Не торопиться делать пальцы очень хорошо. Можно их вообще, собственно говоря, и не делать, просто общую форму взять. Это будет намного лучше, чем не взяв общую форму, а просто понаделать, как бы, таких колбасок. Продолжение следует... 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 Очень хорошо менять ракурсы. Смотреть с разных разворотов, потому что если ты смотришь не только по вращать, но и по высоте можно немножко перемещаться, потому что если ты с одной точки более-менее работаешь, то, скорее всего, в каких-то иллюзиях пребываешь. Вопрос в том, насколько быстро ты их найдешь. Поэтому нужно все время подозревать, что все не на своих местах, все не на своей форме. Не на своем месте, все не в своей форме. Потому что иначе, если такой установки нет, то можно просто механической работой заниматься, а главное не будет это делаться. 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 Спасибо. 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 И вот у нас ступенька так и осталась. В принципе, по сути мы занимаемся тем, что просто уточняем и уточняем общую форму. И тут, конечно, очень хорошо не торопиться никуда. Вот такой у нас этюд коротенький достаточно получился по скульптурным меркам. И, собственно говоря, хотелось бы, чтобы они такие продолжились и могли их тоже как-то выкладывать. Но, конечно, нас должны быть лучше, легче будет вам выполнять такие задания, если у вас уже будет освоена лепка и рисунок с гипсовой ноги, да, где характерные все моменты можно научиться вначале брать, потом это уже как-то интегрировать в работу с живой моделью. Спасибо вам, дамы и господа, за внимание. Такая вот получается у нас ступочка. Вот, всего вам доброго, хорошей лепки. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова